Хватил всю страну и параллельно шли десятки, сотни мероприятий, возможно... Гендерное неравенство в Кыргызстане, как бы ни звучало это грустно, выражено очень ярко. Часто в нашей стране семейное насилие в отношении женщин и детей остается за закрытыми дверями. А проблемы гендерного баланса в самом обществе. Стереотипы, боязнь, осуждение людей – это все заставляет человека все больше замкнуться в себе. Дабы начать бороться с этой острой проблемой, фондом «Центром поддержки СМИ» был организован тренинг, который продлился 5 месяцев. Участниками же стали журналисты телеканалов и медиа по Чуйской, Нарынской, Орской областей, а также представители общинных медиа и Центральной избирательной комиссии. На протяжении 5 месяцев мы проходили обучение. На этом обучении мы много чего узнали. Если я про себя говорю, то у меня благодаря этой теме про гендерное равенство позиция укрепилась в семейных отношениях, в обществе. Гендерное равенство позиция укрепилась в семейных отношениях, в обществе, в обществе, в обществе. Основным партнером обучения стали Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики и ООН «Женщины». Нам было отмечено комитетом по конвенции по ликвидации всех форм насилия по отношению женщин. Кыргызская республика сделала довольно хорошие продвижения в правах женщины, гендерного равенства. Но, тем не менее, отмечены очень конкретные области и направления, где все-таки нужна намного больше эффективная работа. Особенно, так как мы сейчас говорим про медийное пространство, особенно в частности по работе с медийными организациями и от медийных организаций, конечно, с публикой, для того, чтобы создать благоприятную среду. И вот, наконец, сегодня проявили итоги данного тренинга. Форум прошел под названием «Гендерная оптика в медиа». Для участников выступили известные тренеры по гендерно-чувствительной журналистике Кыргызстана, Украины и другие. В результате тренинга, который продлился пять месяцев, журналисты получили знания и навыки по гендерно-чувствительному информированию и освещению событий, а также общее понимание концепции гендера. Наши тренера также дали базовые понятия о тактиках, позволяющих идентифицировать пропаганду насильственного экстремизма и противостоять ее воздействию через медиаграмотность. Мы понимаем, применяя в журналистике правозащитный подход. Журналисты могут в своей работе продвигать, уважать, защищать и соблюдать права человека. В Кыргызстане нужно развивать гендерный баланс, что и женщины, и мужчины должны чувствовать себя удобно в обществе, в жизни и на работе. Отметим, в конце форума были награждены девять победителей из трех областей. И телеканал СТВ занял первое место среди участников Чуйской области. Получайте шикарный подарок профессиональный монтаж. Продолжение следует...